Всем привет! С вами Бойко Алексей и канал Компьютерный гений. В этом видео я покажу вам, как устанавливать операционную систему Debian на ваш компьютер. И все предварительные шаги, которые вы должны будете сделать, это записать образ на флешку и также вам нужно будет разделить ваш диск для того, чтобы установить операционную систему рядом с Windows, например, или просто установить Debian. Ссылки на эти видео будут находиться под этим видео. Просто перейдите в описании и там будут ссылочки на то, как устанавливать на флешку, на то, как разделять диски и так далее. То есть об этом я уже писал, поэтому повторяться не буду. И давайте перейдем с вами на сайт Debian.org и я вам покажу, где и что скачивать именно на сайте. Сейчас я приближу камеру, чтобы вам было лучше видно. Так, резкость у нас нормальная. То есть вот у нас сайт Debian. Debian.org. Я как делал? Я заходил вот сюда. Это ISO образа CD-USB. Нажимаем сюда. Так, и здесь у нас есть вот такая вещь, как вот загрузить образы CD-DVD используя торрент. То есть это, в принципе, наилучший вариант это скачать через торрент, потому что это быстрее будет. Вот. Далее здесь вы выбираете, какая у вас система. То есть если 64 бита, то вот качайте AMD64. Если же у вас система 32-разрядная, тогда качайте вот по этой ссылке. Остальные вас могут не волновать здесь эти вещи. Вот. И после того, как вы скачали образ, вы устанавливаете его либо на флешку, либо на CD, либо DVD диск. Если вы не умеете пользоваться флешкой и с BIOS, не знаете, как его там настраивать, то проще всего вам будет все-таки установить на диск. Это на опыте уже проверено. Для неопытных пользователей это проще. Поэтому записывайте на CD, либо DVD диск. Вот. И мы уже начнем с того шага, когда у нас уже это все записано и необходимо установить Debian на вашу операционную систему. Итак, я втыкаю флешку и перезагружаю наш компьютер. И здесь мы видим, вот у нас написано Default. То есть мы, в принципе, устанавливаем по Default. То есть это переводится как по умолчанию. Жмем просто Enter и идем дальше. Так, здесь у нас предлагается выбрать язык. Выбираем русский язык. Просто перещелкиваем вниз, стрелочкой вниз нажимаем и находим здесь русский язык. Вот у нас русский язык. Жмем Enter. Так, далее у нас Российская Федерация. Жмем Enter. Опять русская настройка клавиатуры. Выбираем ее. Жмем Enter. Или продолжить. Вот здесь можно мышкой нажать. Будет то же самое. Так, далее. Настройка клавиатуры. То есть у нас здесь написано Alt plus Shift. Это нас устраивает. Это обычная раскладка клавиатуры. Нормально. Жмем далее. Продолжить. И у нас идет поиск привода, чтение. То есть она распознает наши загрузочные компоненты всякие. На следующем пункте выбираем Нет. Жмем Enter. Сейчас у нас идет обнаружение Wi-Fi. У меня обнаружил, а я выбираю беспроводную сеть. Так, здесь выбираем нашу сеть. В моем случае это вот эта сеть. Так, и шифрование. У меня стоит вот это. Я просто знаю, какой у меня там шифрование, поэтому выбираю то, которое у меня. Так, здесь вводим ваш пароль от Wi-Fi. И жмем Enter. Так, здесь у нас предлагается выбрать имя этого компьютера. Оставляем по умолчанию, то есть дебием. Жмем далее. Так, имя домена нам здесь не нужно, потому что я сейчас не настраиваю сервер. То есть если это вы устанавливаете на сервер, это вам понадобится. Но в данном случае мы просто жмем Далее. Так, суперпользователя я пропускаю. Просто жму Продолжить. Так, вводим имя нового пользователя. Так, жмем Далее. Далее. Так, и вводим пароль для нашего пользователя. Так, ввели пароль. Жмем Enter. Далее выбираем город, да, то есть это для времени установлено. То есть, чтобы скорректировать ваше время, я поставлю Екатеринбург. Здесь лучше делать разметку дисков вручную. Жмем вручную. Вот. И вот тут важно, чтобы на этом шаге у вас уже диски были разделены на соответствующие разделы. То есть вы уже должны знать, куда, что вы будете устанавливать, да. Сейчас немножко поясню. Значит, вот в этот раздел я его уже специально разделю для, именно для GBM, да. То есть вот сюда я нажимаю в этот раздел. То здесь много не надо, у меня здесь 100 гигабайт сила. Вот, вот, жмем сюда. Так, здесь использовать как. Нажимаем. И выбираем Ext4. Выбираем ее. Далее. Форматировать данные, да или нет. Выбираем форматировать. Просто Enter жмем. И жмем вернуться. Вот, если вы нажмете еще раз на Enter, то у вас это действие отменится почему-то. Далее еще раз нажимаем сюда. И нужно будет выбрать точку монтирования. Точку монтирования выбираем корневую. То есть это корневая точка, то есть куда у вас будет устанавливаться сама операционная система, да. То есть выбираем ее. То есть вот такой слэш у вас здесь должен стоять. Такая кривая черта. Так, и жмем вернуться. И вот здесь вот буковка F означает, что это место будет форматироваться у вас. Да, и здесь вот должен стоять слэш. Это вот обязательно посмотрите, чтобы у вас было именно так. Вот, следующее. Вот этот раздел я сделал специально для того, чтобы там уже хранились все остальные данные операционной системы. То есть там программа, мои личные настройки и так далее, да. То есть здесь место я выделю больше. Опять жмем Enter. Использовать как. Выбираем X4. Так, далее форматировать. Да, форматировать. Опять нажимаем опять вернуться. Здесь у нас смотрим, что у нас стоит буковка F, то есть форматировать она будет, да. Далее жмем опять Enter. И вот здесь точка монтирования нам нужно выбрать Home, то есть домашние каталоги пользователя. Почему именно так? Потому что можно, конечно, все это дело установить на один диск, но лучше всего разбивать вот эти две вещи. То есть это вот корневая папка и Home. Почему? Потому что когда у вас будет папка Home на отдельном диске, то даже если вы переустанавливаете систему заново, то все ваши данные, они будут сохранены и настройки там вплоть до рабочего стола и так далее. Все будет сохранено в этой папке. Все будет сохранено в этой папке и при переустановке вы не потеряете свои настройки. То есть это, в принципе, ну для меня, по крайней мере, это важно. Если вам это не важно, тогда можете просто брать и все заливать на один диск, на один раздел. То есть это вот, я показываю так, как это удобнее. Если вам удобнее все на один, то, пожалуйста, вы можете все сливать на один. Да. Вот, то есть вот таким образом. Так, ну и, в принципе, теперь мы выбираем закончить разметку и записать изменения на диск. Да, единственное, что я здесь не сделал, это диск подкачки. То есть диск подкачки, это когда у вас, например, оперативной памяти немножко не хватает, и у вас используется место на диске. Как раз вот этот диск, раздел подкачки, он для этого и существует. И если у вас оперативной памяти 8 гигабайт, то, в принципе, вы можете не использовать раздел подкачки. Но если меньше, то желательно, конечно, это делать. Окей. И теперь мы выбрали закончить разметку и записать изменения на диск. Жмем продолжить. Вот как раз у нас спрашивают, что я не указал никакого раздела подкачки. То есть мне он просто не нужен, да. Если у вас меньше 8, то, конечно, вы должны создать для того, чтобы у вас система быстрее работала. Вот, и жмем продолжить. Так, здесь он повторно предупреждает, что у вас будет записано на такие-то, такие-то диски, то-то и то-то, да. Окей, мы это дело ставим «Да» и жмем продолжить. Вот, у нас идет теперь форматирование раздела. Так, в следующем пункте мы выбираем, опять же, «Да» и жмем продолжить. Здесь выбираем Российская Федерация, жмем продолжить. Здесь выбираем «Миру Яндекс.ру», то есть это вот место, где на Яндексе используется место под Дебя, да. То есть это, в принципе, наиболее быстрая точка, лучше качать отсюда. Вот, и жмем продолжить. Так, здесь мы ничего не делаем, жмем продолжить. И у нас пошла настройка менеджера пакетов. Так, ну здесь отправлять данные или нет, вы можете решить сами. Я ставлю «Нет» и жму продолжить. Вот тут самое интересное начинается, да. То есть здесь предлагается вам выбрать графические оболочки, которые вы хотите, чтобы использовались в Дебе, да. По умолчанию в Дебе не используется «Гном». И это реально классная графическая оболочка, я рекомендую вам ее ставить. Вот, если у вас компьютер слабый, то XFSE, он будет у вас работать гораздо-гораздо быстрее. Еще быстрая оболочка – это вот LXDE, тоже хорошая. Вот, KDE, она красивая, но тяжеловатая. Синамон – это оболочка, которая используется в Linux Mint, вот, и в принципе она такая же, как и там. Вот, и давайте я поставлю, я себе установлю «Гном», и остальные я себе устанавливать не буду. Сервер печати я сниму, потому что я этим не пользуюсь. Так, вот. Ну вот, в принципе, я вот так вот себе оставляю. Вы же можете попробовать себе установить либо все, либо выбрать, которые вы знаете, графические оболочки, и установить их, и вы можете, и вы сможете переключаться, если вам, например, надоест «Гном» или не понравится, вы сможете переключиться в другую какую-то графическую оболочку, где будет либо она быстрее работать, либо она просто вам будет больше нравиться, то есть выбор тут большой, по сути, да. Вот, я же ставлю «Гном» и жму «Продолжить». Так, здесь нас спрашивают, хотите ли вы установить «Граб», то есть загрузчик на жесткий диск, я ставлю «Да», и жму «Продолжить». Далее, выбирая жесткий диск, на котором я хочу, чтобы был установлен загрузчик, то есть вот это у нас. Вот, то есть у меня здесь два устройства, это флешка моя, а это жесткий диск. Я устанавливаю на жесткий диск и жму «Продолжить». Вот, в принципе, и все. Написано, что установка у нас завершена, и жмем «Продолжить». Все, у нас идет перезагрузка системы, убираем нашу флешку. Так, и вот у нас идет как раз «Гебен». Жмем «Энтер». Так, здесь нам нужно ввести наш пароль, который мы вводили при установке. Ввести пароль и жмем «Энтер». Да, еще здесь вот как раз вот, чтобы выбрать графическую оболочку, которую вы хотите, да, то есть вот вы нажимаете вот сюда на эту звездочку, и вот здесь, если вы устанавливали какие-то дополнительные графические оболочки, они у вас здесь вот все будут, вы их выбираете, и, соответственно, при загрузке у вас будет стоять другая оболочка, что, в принципе, очень радует. Вот, я же выбираю «Гном», то есть та, которая у нас по умолчанию, да, и жму «Войти». Вот у нас и установленный «Диабиан». Вот, то есть в этом видеоуроке я вам показал, каким образом устанавливается «Диабиан», потому что у многих, возможно, есть какая-то с этим проблема. У меня, в принципе, она тоже была, я на другой компьютер не мог установить. Вот, с этим компьютером у меня проблем не возникло, я установил сразу же. Вот, и показываю, как я это сделал, да. Вот, в следующем видео я хочу сделать для вас видеообзор «Диабиан-8», показать, где что находится и так далее, да, как с ней работать, с операционной системой. И также произведу некоторые настройки, которые я делаю для себя, и покажу, что я делаю. На этом все. Если вам понравилось это видео, тогда ставим пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с вашими друзьями. С вами был Бойк Алексей, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...